Всем привет, друзья мои! Сегодня я хочу поговорить про один тренд в уходе за кожей, потому что с каждым годом все больше и больше не только в моде и макияже, но и в уходе как раз-таки за лицом появляются прям вот явные тренды, что-то очень модное, иногда это компоненты, иногда это тип продукта. И вообще, честно говоря, 2019 год это первый и единственный год в последние десятилетки, когда уход за кожей лица является намного более модным, чем макияж, ну а макияж в моде именно с натуральным лицом и активными какими-то акцентами или вообще эффект ненакрашенного лица. Сегодняшний тренд это концентраты, концентраты ухода, концентраты автозагара и, конечно же, тональных продуктов, которые вы мешаете со своим уходом. Сейчас есть даже концентрат SPF, давайте обо всем об этом поговорим и что из того, что я пробовала пока, я действительно могла бы посоветовать. Итак, концентраты. В чем фишка и почему они отличаются от обычных сывороток и других продуктов? Любой из этих концентратов не применим в чистом виде, все их нужно смешивать, то есть это действительно универсальный продукт, который доработает любые другие ваши средства. Для того, чтобы это действительно хорошо работало, этот концентрат должен быть максимально без проблемных применений. То есть здесь производитель очень хорошо подумал о нас, что можно использовать в более и менее концентрированном виде. То есть можно добавлять одну каплю в порцию вашего крема, можно две, можно три и вы ничего не испортите. И такие средства не могут содержать какие-либо раздражающие или плохо сочетающиеся элементы, поскольку не будет работать. То есть такая сделанная вами композиция, вы будете жаловаться, возвращать продукты, портить рейтинг средству и, естественно, компания не выиграет. То есть здесь нужно достаточно много мозгов при создании. Еще к тому же средства не самые дешевые. Почему? Потому что классические кремы это в основном такая основа, которая даст нам хорошую текстуру и защиту нашей кожи от внешних воздействий. И сыворотки более дорогие, потому что там больше действующих веществ и здесь как бы этих действующих веществ еще поболее. Это, в общем-то, все, что объединяет эту группу средств. Потому что ни текстура, ни размер и форма выпуска абсолютно не привязаны к каким-то строгим правилам. Единственное правило, что вы не используете в чистом виде. И давайте поговорим про мой самый-самый любимый образец из всех. Это действительно стоящая покупка из марки Кваранс. Это концентрат автозагара. Это капельки, которые вы смешиваете с порцией своего крема для лица. Если это средство как раз-таки фейс-версии. Потому что есть еще боди-версия. Вот она у меня. И есть мужская версия. Все три версии я покупала. Все три мне очень нравятся. И мне кажется, что у них очень маленькая разница. И в составе разница тоже небольшая. Фактически самая удобная и выгодная эта версия для тела. Потому что она чуть дороже, чем остальные две. И при этом здесь самый большой объем. И она более концентрированная. Единственная группа людей, кому я не посоветую покупать именно версию для тела. Потому что, поверьте, она не раздражает глаза. Все с ней нормально. Можно ее использовать на лицо. И битвлогеры так делают. И я в том числе. Единственное, кому не советую, естественно, белоснежки. Потому что вот эта штучка чуть-чуть посильнее проявляется, чем привычная версия. Вот белоснежкам, тем, у кого очень светлая кожа. Или сильно розовый подтон. Или если у вас очень много было опыта, что вы становились оранжевые просто от автозагара. Или оранжевым. Тогда ваша версия, наверное, все-таки не для тела. Мужская, мне кажется, чуть более концентрированная, чем женская. И то не факт. Но просто она в мужественной упаковке. Поэтому, если на полке есть только одна, купите любую. Большую разницу вы не увидите. Так вот, почему это мой самый-самый любимый представитель этого класса продуктов. Потому что это очень простое в применении. Автозагар для лица. С очень мягким действием. Нерожим оттенком. Без отвратительного запаха автозагара. Который никогда на мне не оставлял пятен. Опять же, только на светлой коже могут получиться пятна, по моему опыту. И опыту, в общем-то, всех, кто в сети пишет отзывы. Для автозагаров как раз-таки вот эта вот капельная версия для смешивания невероятно крута. Потому что многие из вас страдают от того, что, ага, нужно нанести автозагар. А что мне с уходом своим делать? Мне его применять, не применять в эту ночь? А вдруг у меня забьются поры? От этого ничего не забивается. И не подчеркиваются какие-то следы от шелушений, расчесанных прыщиков. И всего такого, что вы можете увидеть от классических автозагаров. И с чем лично я испытывала трудности раньше. В общем, если честно, из всех автозагаров для лица на планете, коих я пробовала много, я считаю, что это самая лучшая вещь. И хвала, в общем-то, богам, что ее сделали. Также у марки Tan Lux и некоторых других вы можете увидеть аналоги. По-моему, Джеймс Рейс сейчас сделал тоже такой. Марки пытаются. Но вот это пока самое приличное, на мой взгляд. А еще он вечный. То есть, вероятнее всего, вот этой упаковки вам хватит на год. И как раз потом нужно будет от нее избавляться. То есть, все очень-очень удобно. Вторым пунктом я сразу расскажу про тот концентрат, который я решила пропустить. Который совершенно меня не заинтересовал. И это самый дорогой из всех, которые мне встречались вообще где-либо в интернет-магазинах. И в интернете, и среди благосферы, в общем-то. Это средство Sun Drops, марка немецкой косметолога, которая называется Sturm. Насколько я помню, она Барбара Sturm. И все в этой марке стоит каких-то адских денег. Потому что это такой селебрити-косметолог. У данной барышни какая-то невероятная клиника в Германии находится. И она там берет плазму. Клиент она основе этой плазмы. Она, значит, после центрифуги создает специальный отдельный крем, либо сыворотку. И очень многие звезды, самые топовые, пользуются такими средствами. Ну и также для простых людей, безумнейши дорогие. Есть кремы, невероятно дорогой праймер. В содружестве с моей очень любимой визажистом Моникой Бландер. И так далее, и так далее, и так далее. Ну и вот, вот это вот средство. Я попробовала, потрогала в магазине. Сейчас есть в золотом яблоке, на самом деле, эта марка. Я была очень удивлена. Потому что мне кажется, что никто, кроме меня и золотого яблока, год назад не знал вообще об этой марке в России. Очень странно, что они ее нашли и поставили, в общем-то, на прилавке. Мне не очень понравилась текстура. Потому что, на мой взгляд, очень похожа на достаточно высоко концентрированные корейские и японские средства с высоким фактором защиты. То есть, это действительно сильно выбеливающая жидкость. Она немножечко такой маслянистой, не очень приятной текстуры. И почему я, собственно, не купила это средство? Потому что, на мой взгляд, даже разбавляемый SPF не должен быть, во-первых, таким дорогим, а во-вторых, таким выбеливающим. И в-третьих, таким жирным. И даже если я его разведу, он все равно будет неприятным для меня. Поэтому мне это средство вообще не зашло, и я его оставила спокойно стоять на полке. Потому что я понимаю, что сейчас есть восхитительные в текстуре сыворотки, потрясающие корейские, в большом объеме средства, которым я буду пользоваться и абсолютно не буду получать никакого белого отцвета. Более того, для таких, как я, у кого тело всегда темнее, чем лицо, есть тонированные в загарной продукты. Сейчас я сижу перед вами в таком продукте. Вместо тона. И это идеально, потому что ты на свое более светлое лицо, чем тело, наносишь этот tinted sunscreen. Они есть матовые, они есть сияющие. И получаешь эффект достаточно голой, натуральной кожи, очень хорошую защиту. Ты видишь, стирается она у тебя или нет, нужно ли тебе ее обновить. И безумно приятная текстура. И не жирная, и не забивает поры. Так что в данном случае от концентрированности я не увидела ничего такого интересного. Поговорим про средство очень странное. Это что-то вроде концентрата тоника, или это splash mask. Несколько лет назад начали появляться такие продукты. Водичка, клейкая какая-то, липкая, как будто вы выжили водоросли. Она не так быстро смывается водой с вас, как обычные сыворотки, вода, тоники и все остальное. То есть интересные консистенции, такой как растительный какой-то сок, в общем-то. Продукт. Это марка Blight, очень крутая корейская марка. И у них есть три такие вот продукта в огромном объеме, 200 миллилитров. Но, поскольку это средство вы разводите, хватит вам примерно на всю жизнь, может быть, даже вашим внукам. Из трех версий я выбрала вариант с зеленым чаем, ферментированным. Называется Surin and Helene. Для контроля жирного блеска и очистки пор. При этом увлажняющий, балансирующий и подтягивающий. И еще и глубоко очищающий. Пахнет это то ли елками, то ли каким-то аптечным травяным экстрактом, ну травками какими-то, короче говоря. Не скажу, что зеленым чаем, какими-то травками. И чуть-чуть средством для чистки унитаза, на мой субъективный взгляд. Так вот, как пользоваться этой штукой? Есть примерно четыре способа применения. Самый классический, Splash and Mask, это вы пошли в душ, вымыли голову, умылись. И после этого наносите на ладошках какое-то количество, небольшое, этого средства. И брызгаете в лицо прохладной водой. Либо то же самое можно делать просто после умывания в раковине. И когда вы, значит, брызгаете в лицо себе холодной водой и растворяется эта концентрированная вещь до нужной, как раз таки, концентрации. И потом вы это смываете, она типа дает эффект маске. Достаточно загадочный процесс, непонятно работает оно или нет, да, согласитесь. Мне не понравился классический способ применения, он мне был неприятен. Но тем не менее, есть еще другие способы. Например, один к семи или один к десяти смешать с дистиллированной водой в обычной бутылочке. И просто распылять на лицо, когда вы завершаете умывание. Вот как раз таки вы его и развели, в общем-то, с водой до нужной вам консистенции процентажа. И спокойненько споласкиваете водой. Это более комфортно и тогда средство будет просто вечным. Потому что получается литр четыреста вот этой штуки. Куда столько девать? Ну, фактически, я бы сказала, что просто это освежает. И просто за счет того, что здесь ферментированный чай, это средство, дает легкий антиакне эффект. И, в общем-то, слегка балансирует кожу. То есть, фактически, дает эффект тоника. Так вот, следующее применение, это разбавить один к десяти, один к двенадцати. Такой же точно бутылочки. То есть, просто отдались воды к предыдущему миксу. И вы получаете тоник. Опять же, вы получаете почти два литра тоника. Зачем вам столько, я не знаю. Делайте с ним что хотите. Протирайте лицо. Действительно сужает пор. Действительно освежает. Лифтинг. Если семь раз нанесете, как Seven Skin Method, может быть. Увлажнение. Ну, чутка. Oil Control. Не могу сказать. Такого я не заметила. И, честно, купил бы я его еще раз, я не очень понимала. Это концентрат тоника. Есть еще освежающая версия цитрусовая. И какая-то третья. В общем, это игрулечка. Вроде интересно. Стоит там три или три с чем-то тысячи рублей. Зато вам его хватит надолго. Поэтому достаточно загадочно. Советовать мне вам или нет. Если вам кажется, что вам такая вещь нужна в хозяйстве. И вы хотя бы одно какое-то применение придумаете. То, в общем-то, берите. Далее поговорим про три классических концентрата. Когда вы какое-то действие добавляете к своему уходу. Например, это увлажнение. Детокс, защита кожи. Или антивозрастной эффект-лифтинг. Где вы можете такое найти? По классике в марке Clorans. Вот такие вот концентратики. Родственники нашего загарного средства. Также в Корее очень популярна вот эта вот вещь. RX от марки Ampology. И третье средство, упаковку которого я разбила и перелила просто в ту емкость, которая у меня была с дозатором. Это то, что стоит на полках в Литуале. Марка H2O. Мне подарил Марк упаковку. И разбила я практически тут же. И у меня осталась просто рюмочка без донышка. И пришлось просто сделать вот так вот, перелить. Здесь настолько мелкий дозатор, что полагаю, что я не встречу осколков. И что делают все эти средства? Как вы уже поняли, они добавляют, знаете, какую-то функцию. В принципе, все средства мне понравились. Меньше всего, как ни странно, мне понравился именно тот, который я ожидала максимум. Это H2O из Литуаль. Заявляется максимально концентрированное, крутейшее увлажнение. Но, по-моему, моя любимая гиалуронка со свиньей, если вы ее добавите к своему крему, даст увлажнение больше. Субъективненько. Также голубая сыворотка увлажняющая, по-моему, Hydra называется. От Ихра 6 сделает ровно то же самое. Я не знаю, чего я жду от этого средства. Может быть, моя кожа недостаточно пересушенная, чтобы я заметила. Но, к большому моему сожалению, невелика разница для меня от использования моих продуктов. Можен, потому что я использую, в принципе, хорошие продукты. И почти все средства мои так увлажняют. Эту вещь я не покупаю еще раз. Вероятно, куплю еще раз. Попробовать другие виды. Или тот же самый тоже повторю. Кваранс у меня детокс-бустер. Что делает детокс-бустер? Он просто освежает вашу кожу, улучшает цвет лица. И делает такой эффект, как будто вы спали вообще на этой неделе. И много, и даже как будто вы были на выходных на даче. Ну вот что тут еще сказать. Прям эффект отдохнувшей кожи. И какой-то свеженькой. Поэтому я думаю, что на девочках, которые повзрослее меня, мы увидим, наверное, омолаживающий эффект. Также я в наглую, когда бываю на клиентских днях в золотом яблоке. Или в сифаре тоже мы делали с Кваранс. Крем, которым я буду работать, тоже из Кваранс. Добавляю вот так вот пару капель концентрата лифтинг. Смешиваю и получаю очень крутую базу для кожи шелушащейся. Или кожи не в тонусе. Или кожи возрастной. На мою 30-летнюю кожу не будет громадного эффекта. Но может быть будет посвежее. То есть для каких-то съемочных историй. Или если вам завтра отдавать подружку замуж. То вы можете увидеть эффект, если вы там вечером соленого переели и запивали винишком. Но на возрастной коже. Именно под макияж эффект мне нравится. Подтяжка кожи действительно есть. Хорошая текстура тоже. И морщинки даже какие-то менее заметны. Поэтому вот эти концентраты я оценила. Самый большой размер у корейской марки Ampology. Здесь максимально невзрачный вид. Густая сыворотка. Нет тонированное средство. Нет отдушки, нет цвета, много продукта. Не безумно дорого. В двух объемах выпускается. И здесь у меня версия подтягивающая. Эффект в общем-то похож на лифтинг версию от Clorans. Но больше объем. И сложнее достать. Вроде бы у них есть дистрибьюция. Вот так вот эта штучка выглядит. Хотя бы советую начать с маленького объема. Если понравится, тогда уже брать большой. Прелесть этих трех продуктов заключается в том, что вы к своему ежедневному уходу. С перелета, с недосыпа. Под какое-то мероприятие кастомизируете эффект на завтра или даже на вечер. И получается, что если вы аллергик или вам подходит одна линейка, вы нашли свои любимые продукты, вы можете немножко корректировать и улучшать их действия. И по-моему это великолепно. То есть некоторые из этих средств дают возможность не пользоваться маской. И не ждать, пока это все поработает, в общем-то. Средства на самом деле зачетные. И поговорим про последнюю вещь. Началось все с марки Cover FX. Это концентраты тонального средства. Вы можете их использовать в обычные BB кремы или тональные средства. Тональные кремы, Tinted Moisturizer. Или в крем, или в сыворотку. Для достижения любого просто того, какой вам хочется эффект. Также есть концентраты хайлайтера. И чего только угодно. Не подумайте, что это для тех, кто просто слишком сложный. Это на самом деле очень классненькие штучки. Почему? Вот допустим, нравится мне марка Clinique и их тональные средства. Только вот моего желтого оттенка пигмента найти у них достаточно сложно. И некоторые мои любимые оттенки в принципе не завозят в тех цветах, которых в общем-то и я. Вот такая вот штучка. Например, у меня в нужном мне желтоватом оттеночке. Посмотрите, это просто цвет меня. Если вы найдете цвет себя, то покупайте, потому что потом любые линейки, которые выпускаются, BB кремов и так далее, ну они станут просто вашего цвета. Вы хотите себе вот этот вот Tinted Sunscreen, который я, значит, люблю, который позволяет на пляже выглядеть хорошо, чуть-чуть тонировать в нужный вам оттенок ваше лицо без сильного перекрытия. Так вы берете обычный санскрин или обычный крем, капаете вот эту штучку и получаете просто восхитительную вещь нужного вам покрытия. То есть эта вещь именно для тех, кто имеет нестандартный какой-то оттенок кожи, например, слишком желтоватый или кому хочется больше покрытия. Вот это средство от Clinique мне нравится больше, чем от Cover FX, но просто текстурой. То какое-то очень тяжелое, очень пудровое, а здесь жиденькая водичка, которая не утяжеляет все средства, с которыми вы мешаете. И тот продукт, например, он отслаивается у сывороток или каких-то гелей или легкой текстурой BB кремов. А вот этот вот за счет текстуры хорошо мешается совсем и, в принципе, даже с муссами смешивается неплохо. Последнее средство, которое я нашла и в диком шоке, это концентрат BB Drops от Erborian. Мне в нем понравилось все. Но проблема только в том, что он в одном оттенке. Это все то же самое для всех ваших кремов. В общем-то, такой аджастер, разбавитель, который очень хорошо освежает цвет лица. Значит, у него есть интересные нюансы. Он вот в одном оттенке и оттенок этот немного персиковатый. Вот такой вот. Значит, если вы загорелая девушка, то вообще не факт, что вам это подойдет. Если вы белоснежка, то очень мало вы можете использовать для того, чтобы сделать ваш цвет лица не темнее, а просто свежее, потому что он персиковатый. Он не будет мега рыжим. Это какой-то микс бежевого, чуть желтого, немножечко какого-то персик розового пигмента и всего сразу. И достаточно пудровая текстура. Просто будет эффект более здорового цвета лица. Для девочек и мальчиков, у которых оттенок кожи второй или третий в тональных средствах, это вполне рабочее средство, которое вы можете использовать практически в любой концентрации и можно даже мазать на лицо. Просто в чистом виде, да. Интересный момент, то, что оно очень пудровое, то есть здесь вот абсорбент и цвет. И поэтому я советую обратить внимание на это средство всем обладателям жирной и комбинированной кожи. Если его много добавить, у вас получится прям хорошая такая корректировка в смеси с вашим кремом. И прям такой, знаете, вот матирующий даже эффект. То есть вот крайне необычное средство, мне очень сложно его описать. И поры он немножко блюрит. Лицо действительно красивое. Мне сейчас оно немножко светловато. Поэтому вот для моего оттенка там какого-то там четвертого и темнее уже не советую. Всем остальным я советую попросить в магазине, где есть Эрбариан, пробник, чтобы вы оценили дома, потому что мне пробник тоже дали. Как еще можно использовать? Я очень люблю смешивать пополам или с Биби или Сиси кремом, или консилером и наносить вот сюда. Несмотря на то, что я сказала, что оно типа матирующее, типа сушащее, на этой зоне оно работает хорошо, потому что оно освежает и делает площади. И более того, персиковый пигмент, он как бы нейтрализует синеву. То есть для моей конкретно зоны под глазами это очень хорошее средство. Если у вас нет объема, а есть только цвет, то есть синий или какой-то фиолетовый пигмент, а мешка под глазом нет, тогда используйте один к трем. Относительно вашего крема вокруг глаз или еще чего-то. Тем, кто пользуется очень питательными и увлажняющими продуктами, при этом обладает возрастной кожей, тогда это не будет сушить, если вы будете наносить очень мало. Как они это сделали, непонятно. Эрбериан вообще часто удивляет. Было много продуктов, которые я не полюбила. Например, вот сияющий розовый праймер вообще у меня отсваивается. Я не фанат, но вот это средство у меня впечатлило и написано Baby Skin Effect. И я действительно согласна, что это Baby Skin Effect. И последние несколько дней это средство просто меня плющит. Ни в коем случае вслепую не советую покупать, потому что вам может не понравиться. Именно намазать в магазине, протестировать, а лучше протестировать дома. На этом все. Надеюсь, что я была вам полезной. Просто очень хотелось про каждое из этих средств рассказать и не знала, как бы это сделать. И решила, в общем-то, связать их вместе. Ладно, рассказывайте, если вы что-то пробовали уже. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.